Привет, друзья! Итак, время собирать урожай. У нас уже поспели черная смородина, красная смородина, крыжовник, он чуть позже, там отдельные ягоды готовы. И вот такой фронт работ. Все одновременно в этом году. И малина, и смородина, и вишен очень много. Вот одно из деревьев. Просто мы, конечно, все не сможем собрать. Что-то останется птичкам. В общем, как в песне. Созрели вишни в саду у тети Саши. Так, ну и сейчас я хочу вас познакомить с кустарником Буми. Сейчас мы к нему подойдем. Он пришел в наши сады с Дальнего Востока. Является родственником облепихи. От облепихи у нее вот такие вот шипы. Их намного меньше, чем у облепихи. Вот такие вот ягодки некрупные. Внутри продолговатая косточка. Листик достаточно декоративный, серебристый с обратной стороны. Ну и считается, что это очень полезный кустарник. Он обладает всякими там замечательными свойствами. Многими витаминов, микроэлементов. Достаточно урожайный. Совершенно неприхотливый. Не вымерзает. Не требует дополнительного полива. Вот. Так что сажайте в своих садах кустарник гуми. У нас он поспевает вместе с вишнями в нашей местности. Кто-то, я смотрела видео, говорю, что у них капусту поспевает. Ну, у кого как. Видите, конец июня и такое вот стремительное лето наступило. И уже, в общем-то, даже что-то и отходит. Какие-то ягоды. Черешни уже отошли. Вот. Вишни уже в полном таком соку. Ну и вот этот вот красавец гуми. Давайте я отойду. Он достаточно высокий. Больше двух метров, наверное. В ширину также. То есть при посадке надо учитывать габариты. Вот. Ну и могу его смело рекомендовать в сад неприхотливый. В сад выходного дня как вот дополнительное украшение и источник витаминов. Все. Желаю всем удачи. Пока-пока.